Всем привет! С вами Наташа Белоруссия и рада видеть вас на своем канале. Я, честно признаться, вообще не думала, что вам будет настолько интересен именно этот вопрос. Вот на самом деле. Но, получая в комментариях под абсолютно каждым видео один, а то и там 5-6 раз одни и те же вопросы, уже из месяца в месяц я прекрасно поняла, что, естественно, нужно снять вам отдельное видео для того, чтобы ответить на один, но интересующий вас вопрос, но максимально полно и объяснить, почему я не отвечаю на этот вопрос в последнее время в комментариях. Дело в том, что я уже об этом как-то вскользь в каких-то своих первых влогах рассказывала, но эти влоги были достаточно давно, поэтому, если вы их не видели, то, ну, как бы, вполне весьма вероятно. Как вы думаете, о чем у нас сейчас с вами пойдет речь? Если вдруг вы еще не прочитали название и не догадались, то попробуйте подумать и напишите мне внизу в комментариях, о чем мы сейчас с вами будем разговаривать. Самый часто задаваемый вопрос внизу в комментариях под моими видео был вопрос о цвете моих волос. Да, именно о цвете моих волос. Я, честно признаться, не думала, что он какой-то уникальный, это такой естественный теплый бежевый оттенок, и никогда не думала, что вас будет настолько интересовать этот цвет. Но после того, как проанализировав все, посмотрев на девчонок на улицах, очень много вижу, если блонд, то это либо перепальный перегидродный блонд, да, либо это что-то такое грязноватое. И я поняла, что нужно ответить вам полно на этот вопрос. У меня здесь целый ящик со всеми средствами, которыми меня красят. Я вам сейчас все полностью расскажу и покажу, чем я крашусь, как я крашусь, с каких техниках, на каких оксидах. Я вам сейчас все-все подробненько по полочкам распишу и покажу. Но, девчат, прежде чем я буду вам показывать все эти средства, я хочу, вот из-за чего я не отвечала, собственно говоря, на этот вопрос. Я хочу поговорить с вами на очень важную тему, именно по поводу окрашивания. Дело в том, что покрасив двух людей одной и той же краской, в 80% случаев вы не получите одного и того же оттенка. Огромное количество должно быть соблюдено критериев, да. Именно поэтому я рекомендую идти вам к мастеру, к хорошему мастеру, к колористу, который сделает вам хороший цвет волос. Дело в том, что к мастеру я не рекомендую вам, да, что вы пришли к мастеру, у вас не получился сразу тот оттенок, прям вот в идеале, что вы хотели. Мастер тоже должен посмотреть, увидеть, как работать с вашими волосами. Он должен увидеть, как на ваши волосы реагирует там пудра, это или порошок, или крем, крем-краска, краситель. Или, в общем, на второй раз, если этот колорист на самом деле хороший, он сделает вам именно тот оттенок, который хотели именно вы. Почему вы, сейчас вам быстренько, очень легко объясню, почему вы не получите один и тот же оттенок, да, покрасившись вот с подружкой одним и тем же красителем. Дело в том, что для этого нужно соблюдено огромное количество критериев. Во-первых, самое первое, самое простое, я думаю, что каждый из вас уже догадался, это, естественно, уровень тона изначального, вот, вашего родного цвета волос. Но это еще далеко не все. Даже если вы с подругой, ну, допустим, вы и я, да, у вас примерно точно такой же уровень тона, как и у меня. Это еще совершенно не значит, что у нас с вами при использовании одного красителя получится совершенно одинаковые оттенки волос. Здесь играет огромное количество факторов. Я уже, по-моему, мне кажется, уже 10 раз это повторила, но мне очень хочется, чтобы вы это поняли. Здесь влияет то, какая структура у вас волоса. Если у вас, допустим, у меня, допустим, волос очень тонкие, а у вас будет волос более толстый, более плотный, краситель ляжет на вас уже по-другому. Если у вас текстура ваших волос другая, допустим, у вас волнистые волосы, у меня прямые, краситель ляжет на вас по-разному. Если у вас, допустим, у меня волос пористый, у вас он плотный, прямой и пор у вас, то есть чешуйки у вас не раскрыты, краситель ляжет по-другому. Плюс здесь еще и индивидуальные особенности волоса. У каждого на красители реагируют волосы по-разному. У кого-то раскрывается, выходит оттенок при красителе желтый, у кого-то выходит рыжий, у кого-то выходит красный, у кого-то выходит кирпичный, а у кого-то вообще баклажановый оттенок. Это все зависит от вашей индивидуальной структуры волоса и как ваш волос реагирует на тот либо иной краситель. То есть здесь огромнейшее количество факторов, которые может учесть только очень грамотный парикмахер-колорист. То есть я надеюсь, что вы меня поняли. Именно поэтому очень часто я вижу, что вопросы такие по поводу того, что вот у меня подружка покрасилась этой краской, да, и у нее очень красивый оттенок, а у меня такой совсем не получился. Вот по этим огромному количеству критериев у вас не получается один и тот же оттенок волос. Поэтому прежде чем заниматься окраской волос, особенно если вы это будете делать в домашних условиях, то 10 раз сначала подумайте. Ну и давайте я буду в принципе вам показывать, какими же красителями меня красят, в каких техниках и тоже все подробно рассказывать. Первым делом у меня нет никаких сложнейших там новейших вот этих вот техник окрашивания, шату же было я же, выдувания там, помните, сейчас вот тоже выдувают этим фенчиком. Нет, у меня самое обыкновеннейшее старенькое мелирование. Да, именно это мелирование, единственное, что здесь опять же все зависит от фактора, здесь уже не только от вашего фактора волос, да, здесь зависит от того, как делает мастер мелирование, какой техникой он набирает волосы, да, для мелирования, сколько он пропускает. Здесь все зависит конкретно от работы мастера. Какое мелирование делают мне и что лучше всего и проще всего вам нужно просить? Вам нужно просить очень частое и очень мелкое мелирование. Да, именно очень частое и очень мелкое мелирование. Здесь еще второй фактор. Зависит от того, как мастер вам делает коррекцию потом. То есть, при корневой мелировании, как он переход вот этот вот скрывает между одним, ну, то есть, между отрошенным корнем, где он новенькое делает, да, свеженькое, прикорневое, и вашим уже мелированием. Здесь тоже зависит результат вашего мелирования. Первым делом меня красят вот на такой вот пудре. Это пудра от Шварцкоп и Гора Варио Блонд Плюс. Пудра очень хорошо осветляет волосы и осветляют мне на этой пудре примерно на, иногда на 4,5, иногда на 5, иногда на 6% выше не осветляют, потому что пудра поднимает там, я не помню точно, до 9 тонов, разводится она 1 к 2. С этой пудрой не нужен агрессивный краситель, потому что я знаю, что многие парикмахеры до сих пор пользуются девяткой. Девятка очень сильно перепаливает за счет того, что у вас там же еще и дополнительно тепло, когда вы закрываете, мелирование всегда закрывается фольгой, да, и вот эта вот пудра на 4,5% окислителя у вас будет хороший фон осветления. Шварцкоп и Гора Варио Блонд. В общем, сделали мы с вами мелирование, выдержка мелирования, здесь опять же все конкретно зависит от вашей структуры волос, и мастер это видит, когда он видит, что уровень осветления уже достигнут, мы смываем мелирование обязательно без бальзама, потому что наши чешуйки волосы сейчас открыты, просто шампунем, и далее мы приступаем к тонированию. Тонирование я часто делаю различными вариантами, я вам сейчас покажу все их. Первый вариант это вот такая вот краска Studio Professional, оттенок называется 10-23, записывайте, Studio Professional 10-23. Цвет называется бежевый перламутрово-платиновый блонд. Краска эта разводится 1 к 2, она довольно-таки агрессивная, имейте это в виду, на полуторапроцентном оксиде от этого же бренда. Мы разводим с вами этот оттенок 10-23, и добавляем, я добавляю горошинку 1 см фиолетового микстона. Иногда, если я хочу чуть оттенок, чуть-чуть более темненький, то я к оттенку 10-23 этой же краски Studio Professional добавляю номер 9.2. Двоечка это уже значит с фиолетом, тогда корректор я не добавляю. Процентное соотношение 10-23 я где-то 80%, 9-2 примерно 20%. Оттенок будет чуть-чуть такой более затемненный, но он со временем слегка подмывается, но цвет получается очень красивый бежевый блондин. Также я очень люблю, всегда у меня оттенок получается плюс-минус очень похожий, также я очень люблю вот эту краску Galacticos оттенок 10.76. И 10.76 я могу краситься просто, без каких-либо добавлений, либо опять же добавлять что-то подобное. Могу смешать 10-23 и 10.76, могу добавить 9.2 в такой же пропорции, могу вообще добавить процентов 10, оттенка 8. 2 тоже будет красиво получаться. С помощью вот этого вот красителя тоже получается красивый бежевый блонд. Оттенок 10.76, у меня это другая красочка, я не помню как он называется, но что-то там с коричневинкой, но не пугайтесь этого коричневого, коричневый очень хорошо подъедает желтизну при милировании. И также очень красивый оттенок, это краска Coral Ava Color Collection Professional, господи, как сложно, 9.38 очень светлый бежевый блондин. Но имейте в виду, этот цвет будет уже значительно более темный, чем два предыдущих. Здесь уже будет, я его частенько мешаю вот с этим вот тонером. Да, очень у меня всегда формула немного сложноватая, имейте это в виду. Это серебристый тонер Ecos Color, так он и называется, тонер Silver. Вместе их мешаете, получается очень красивый бежевый блонд на ваших волосах. Никакой желтинки, никакого некрасивого, не желтинки именно, а у меня все-таки теплый оттенок волос, а именно такой вот некрасивый рыжинки. Получается очень красивый бежевый, такой даже с легким розоватым подтоном блонд. Эти красители не очень дорогие, они доступны в огромном количестве бюджетных магазинов. А, еще одну забыла вам краску, тоже, которая мне нравится, тоже я ее подмешиваю ко всем этим красителям. Это краска от Esteele Anti-Yellow. Она так и называется, Anti-Yellow. Если я вижу, что у меня слегка желтоватое получилось милирование, допустим, мало ли вдруг, либо у корня, либо где-то на переходе, то я добавлю еще и процентов 10 того красителя Anti-Yellow. Тоже хорошо работает, его просто у меня сейчас нету. Вот такое вот окрашивание, я надеюсь, что вы поняли. Я внизу подпишу вам формулы каждого оттенка, каждого красителя, что с чем можно менять. Надеюсь, что вы это поймете. По крайней мере, если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь в красках, то я думаю, что я объяснила все максимально просто. Плюс вы часто у меня спрашиваете по поводу ухода. Быстренько сейчас вам уже покажу свои уходовые в последнее время средства. Esteele это третий этап от экранирования, придает очень красивый блеск волосам. Далее я очень люблю вот такие вот двухфазные жидкости. Это корейская, я про нее недавно рассказывала о фаворитах. Фаворитов осени, обязательно посмотрите. Они не утяжеляют волосы и не делают из ваших волос такие сопельки. Также мне нравится вот это S-косметик. Я вам рассказывала об этой марке. Эта марка у нас представлены островки в Полоцке, в Витебске, и в России в интернет-магазинах можно купить эту марку. Это у нас крем для волос, крем масловосстанавливающий. Знаете, на что он очень-очень похож? Вот на эту штучку от L'Oreal. Текстура, структура, то, как он ложится, то, как он ухаживает и делает ваши волосы более ухоженными и красивыми, работает один к одному, только вот этот вот значительно более дорогой. И здесь у меня еще вот такая вот штучка Color Free Bonacure от Schwarzkopf. Тоже классно, очень вкусно пахнет. У меня это дорожный формат, надолго хватает, но он, наверное, такой самый активный, и с ним лучше не перебарщивать. В общем, девчонки, вот и все, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их внизу. Всем спасибо, пока-пока!